Когда-то в советские времена была хорошая практика, адреса передового опыта. Приходит много молодежи, хотели бы видеть, где лучше. Ну, например, вот сегодня тема нашего такого практического занятия, благоустройство агрогородков. Их у нас 1417 агрогородков. Почему взяли эту тему? Я вот, ведь, к примеру, еще полгода назад, может и больше, поручил, чтобы он подготовил такой агрогородок, чтобы можно было показать людям и посмотреть, как будут благоустраиваться агрогородки. Почему? Потому что, ну, что греха таить, население сельское будет в будущем жить в агрогородках, процентов на 80-85. Ну, а остальное население будут в крупных деревнях, кроме агрогородков уже еще и крупные деревни, остались бывшие, допустим, центры хозяйств объединенных или присоединенных. Ну, и может быть, где-то неперспективно их называли деревни, которые получат свое развитие за счет того, что богатый бизнесмен там родился сегодня, может приехать, дом построить, ну, дачу там, или там он будет жить с возрастом и так далее, детишек привезти туда. Хорошая практика в Беларуси появилась. То есть неперспективные эти деревни, они получат свое развитие только в силу какого-то интереса, частного интереса. Ну, или, допустим, вот я прилетел из деревни, маленькая деревенька, она, конечно, неперспективна. Ну, поскольку там президент приезжает, глядишь, там эти старые дома, кто-то под дачу купил, кто-то не дачу, так дом забрал, колхоз, совхоз, привел порядок, поселил своих людей. То есть вот такое развитие будет. Но главное – это агрогородки. Ну, вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня Будущего. Кстати, мы тоже об этом говорили, и при том, ну, мы же все показали, как работать. Вот Минск, там все ковыряемся, областные центры, крупные, 11 у нас, по-моему, городов, типа Баранович, Орша, потом поселки городского типа, например, и Копеси, и других, показали, как их благоустраивать, агрогородки и так далее. То есть это надо все оформить. Мы пишем там разного рода кандидатские, докторские диссертации. Стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будем что-то писать, разрабатывать. Тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают, как было, как есть и как будет. То есть целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики. Продолжение следует...